Выдачу микрозаймов казахстанцам могут запретить. Вести такой законопроект предложили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. Всё из-за увеличения количества должников, которые не могут выплатить финнорганизациям почти триллион тенге. Что ещё изменит новый закон, и кто больше не сможет брать взаймы в микрокредитных организациях, узнаем у Адель Акжаркеновой. С начала года казахстанцы взяли микрокредиты на 976 миллиардов тенге. Это на 36% больше, чем в прошлом году. Чаще стали брать в долг молодые люди. Высокие процентные ставки в микрозайме могут незаметно привести к серьёзным проблемам. К примеру, если просрочить выплату, долг начнёт расти и станет снежным комом. Я сам брал микрокредиты, однако всегда старался вовремя погасить. Несмотря на это, у меня есть сверстники, знакомые, которым повезло меньше. То есть у меня есть друзья, которые брали в долг 100 тысяч тенге. Не смогли его закрыть и заплатили 500-600 тысяч в итоге. У них нет точного процента. Многие обманывают простых жителей, которым срочно нужна финансовая поддержка. Для того, чтобы снизить рост проблемных задолженностей, в Агентстве по регулированию финрынка приняли ряд системных мер. Одна из них до сих пор находится на публичном обсуждении. Это запрет на выдачу микрозайма лицам, не достигшим 21 года. В текущий момент имеются ограничения по краткосрочным займам. То есть до 45 дней в размере 50-ти месячных расчетных показателей микрофинансовая организация может выдавать микрозаймы населению со ставкой не больше 20%. В планах у нас запрет на выдачу потребительских займов и микрокредитов любым категориям граждан, имеющим просрочен задолженность свыше 90 дней. Как бы то ни было, прежде чем брать займ, специалисты советуют сначала обратить внимание на лизинг организации. Ведь существуют микрофинансовые учреждения, осуществляющие незаконную деятельность, соответственно, не подчиняющиеся процентному контролю. А это значит, что в конечном итоге граждане понесут лишние убытки.